Всем привет дорогие друзья! Вот вы знаете, порадовал, побаловал себя в очередной раз тем, что вчера, да, в воскресенье решил посмотреть на центральных пропагандистских каналов несколько так называемых информационно-аналитических программ, ну вы знаете, да, Киселёк, Зейналова, ну и так далее, вот решил потратить немножечко времени, послушать, чем там живут пропагандисты, чем живёт страна, что врут, вернее, чем хвастаются в очередной раз. Сейчас вы знаете, узнал, что да, рывки и прорывы на начало октября всё-таки наблюдаются, в этот раз они в области экономики наблюдаются, связано это с ростом цен на углеводороды в первую очередь, вот нефть, например, после долгого периода нахождения где-то вне игры начала потихонечку подниматься, достигла почти 80 долларов за баррель, но больше всего там самый главный прорыв на начало октября это стоимость российского газа, который сегодня торгуется уже за 1400 долларов за 1000 кубометров, то есть это, это действительно невероятный рекорд для тех, кто не понимает, ещё недавно он был, ну где-то на отметке в 400 баксов, вот, а летом он даже падал ещё ниже. Вот, значит, пропагандисты, выпрыгивая из трусов, рассказывают об этом прорыве, как о чём-то таком, что, ребята, случилось, ребята, совершилось наш газ, торгуются по невероятно высоким ценам, по рекордно высоким ценам, это рёг, это прорыв, почувствуйте, кайфоните, ощутите, а дальше было смешно. Естественно, я просто так не смотрю новости, я тут же полез в интернет и думаю, чем нам всем это светит. И вы знаете, что выяснилось? Оказалось, что ничем. Я точно летел на такого экономиста, такой путинский экономист, околопутинский экономист, мы их ещё называем прикоротниками, некто Кричевский, который сказал буквально следующее, ребят, да, вот эти вот сверхдоходы от продажи углеводородов и в первую очередь газы, это, конечно, здорово, но вам, дорогие россияне, оттуда ничего не обломится, вам с того ничего не светит, да, ни от нефти, ни от газа, начал там разъяснять какие-то сложные экономические схемы, я этого делать не буду, скажу вот просто и понятно, доступным языком, что хотел донести до аудитории, в конце концов, донёс господин Кричевский. Дело в том, что, вот я там выше сказал, летом этот же газ проседал, причём очень сильно проседал, падал там до отметки менее чем в 300 долларов за тонну, вот, а где-то даже менее чем в 250 в какой-то момент, и вот серьёзные люди, серьёзные папики потеряли целую кучу денег. И теперь, значит, за счёт вот этих вот сверхдоходов, за счёт высокой цены, они, видимо, хотят вернуть потерянное, они хотят вернуть это бабло обратно к себе в карман, и не важно, что Газпром это наше национальное достояние, которое мы периодически спасаем за счёт своих налогов, и не важно, что Новотек это вообще компания, которую устроили за счёт средств из Фонда национальной безопасности, это никого не волнует. По сути, Кричевский сказал буквально следующее, друзья, нефтегаз это не про вас, что вы туда нозды мочите? Ни вам, гражданам России, ни бюджету, оттуда ничего не обломится, бабки останутся за рубежом, ну или где-то там останутся, это не про вас, это не ваша тема, вам не надо даже мечтать, как в той, да, бессмертном мастере Маргарите, и ни о каких квартирах в Москве даже не мечтать, вам валежник бесплатно разрешили собирать, кору дуба разрешили собирать бесплатно, да, вам разрешили собирать грибы со шляпками более двух с половиной сантиметров, тоже пока бесплатно, вот, рубайте, хавайте, наслаждайтесь всей вот этой вот историей, а про то, что стоит серьёзных денег, туда даже вообще ноздри свои не мочите, эти бабки касаются серьёзных тётенек и дяденек, которые, в общем... Ну, в общем, вам туда не надо. Честно, я не думаю, что... Вот меня эта новость не удивила, я не думаю, что она удивила кого-то из вас, но меня она раздраконила в том плане, что ребята уже даже не стесняются называть вещи своими именами, то есть, если раньше они как-то обходными путями всё это сделали, сглаживая острые углы, сейчас нам говорят, слышь, лох, ты лезешь, ну забудь. И это, в принципе, да, вот когда-то должно было случиться, повторюсь, вот оно случится, я не знаю, это период последнего хапка или период уже просто какой-то безграничной, беспрецедентной, беспредельной наглости, но я хочу обратиться к ура патриотам. Ребят, вы там всё сидите, господа, хорошо, господа, скажу, вы там всё сидите и думаете, что солдаты НАТО придут, что-то у вас берут, вас уже всё отобрали. И сделали это не солдаты НАТО, вот чего, ну хватит, может быть, уже сидеть, слушать телевизор, хватит уже, может быть, разлагать свои мозги под газеты, журналы, слушать каких-то общественных деятелей, якобы общественных деятелей. Просто включите мозг. Кто-то там сидит на сверхприбылях, зарабатывает, повторюсь, та же цена на газ выросла почти в три с половиной раза, с 400 долларов почти до полутора тысяч газ поднимается в цене, а вам с этого шиш. Вот это как справедливо целый народ горбатился, целый народ всё это создавал, целый народ, повторюсь, причём в послевоенное время там наши бабушки и дедушки, папы и мамы, да, они себе в чём-то отказывали в пользу создания вот этого вот нефтегазового сектора, их никто не спрашивал, это называлось государственные займы, у них забирали часть зарплаты, отдавая взамен какие-то бумажки, облигации, часть из которых до сих пор не погашены, мы создавали, строили всю эту инфраструктуру там 30-40 лет назад, а потом пришли какие-то ребята вот такие вот кричевские, у них сегодня всё хорошо, а мы нервно курим в сторонке, классно? Подумайте об этом подробнее, поговорим в реальной журналистике завтра в 11.00 Москвы у нас на канале вот здесь, на этом YouTube-канале, увидимся, пока-пока!